Да, Ирина, изменения есть и, как всегда, их очень много. Но обо всем по порядку. Во-первых, в этом году впервые в российских школах появилось сочинение. И 97% саратовских выпускников его успешно сдали. За эту работу в приемных комиссиях университетов и институтов абитуриента могут добавить 10 баллов к рейтингу. Изменились и сроки сдачи экзаменов. Теперь их два, досрочная и основная. Первая начнется 23 марта. Участие в ней примут выпускники прошлых лет. Кроме того, изменились правила сдачи математики и иностранного языка. Теперь для выпускников, которым не нужна математика на профильном уровне, то есть как вступительное испытание, он может выбрать базовый уровень. Это будет достаточно для того, чтобы получить аттестат. И, конечно же, иностранный язык. Это добавление при сдаче иностранного языка так называемой второй части говорения. Кстати, познакомиться с тестами можно на специальном сайте. Некоторые контрольно-измерительные материалы уже доступны в открытом банке заданий. Как обычно, не пустят на экзамен с мобильным телефоном. Ну а следить за выпускниками будут специально обученные люди, а помогут им в этом камеры видеонаблюдения. Учитель подошел к ученику, сидящему на той парте. Все это, естественно, расписано по времени с точностью до десятых секунды. И мы до конца этого дня проведения должны по каждой ситуации провести служебное расследование. В прошлом году по одной такой метке было удаление. То есть метка была проверена во время экзамена оперативно. И действительно подтвердился факт использования справочного материала. Не использован, а наличие справочного материала. Участник ЕГЭ был удален. Следить за выпускниками, сдающими ЕГЭ, будут и общественные наблюдатели. Всего их в области 700 человек. Ну а записаться в смотрящие может любой желающий. Ирина.